Активность трейдеров сегодняшнего дня – это лишь стартовая точка этой недельной сессии. В четверг и пятницу рынки будут изучать отчеты высокой степени важности и имеющие сильное влияние на движение котировок. Итак, смотрим видео календарь трейдера на канале ИнстаФорекс ТВ. Начнем с информации с австралийского континента. Ждем данных по рынку труда. Довольно долгое время аналитики прогнозировали существенное сокращение прироста числа занятых. И в сентябре ожидания оправдались. Тогда было трудоустроено всего 14 700 человек. Пессимистичный прогноз вялого темпа роста занятости сохраняется. В октябре, скорее всего, нашло работу лишь 16 200 человек. В случае подтверждения такого прогноза австралийский доллар может стать объектом распродаж. Дополнительное давление АОСИ испытает, если оправдается и ожидание замедления темпа роста китайского производства. Китайский промышленный сектор – это основной потребитель продукции горнодобывающего сектора Австралии. Поэтому негативная тенденция в промышленности Поднебесной должна отрицательно сказаться на инвестиционной привлекательности австралийских активов, в том числе и на валюте. А на европейской сессии четверга трейдеры будут изучать, что именно негативно влияет уже на немецкую экономику. Готовятся к публикации итоги первичного расчета прироста ВВП Германии за третий квартал. Во втором квартале экономика сократилась на 0,1%. И, согласно прогнозам, в период с июля по сентябрь немецкий ВВП, скорее всего, вновь уменьшится на 0,1%. А это уже признак технической рецессии. Очевидно, что факт наступления рецессии в крупнейшей экономике еврозоны должен стать причиной падения единой европейской валюты. Хотя показатель по всему региону с обращением евро пока еще продолжает свидетельствовать о тенденции роста экономики. Во второй оценке ждем прироста ВВП еврозоны на 0,2% за третий квартал и замедление годового темпа роста до 1,1%. И в пятницу ждем один из важнейших отчетов из США. Это будут данные по изменению объема розничной торговли. В прошлом отчетном периоде было зарегистрировано падение потребительской активности. И напомним, что именно потребительские расходы формируют порядка двух третий всего ВВП США. В октябрьском показателе рынки ждут все же возобновления роста хотя бы на 0,1%. Если прогноз оправдается, то индекс доллара может укрепить свое положение вблизи недавних максимумов у отметки 98.40. Однако, если же фактические данные окажутся слабее, то ждем ослабления позиций американской валюты по всему спектру рынка. Помимо перечисленных публикаций, следует также обратить внимание и на следующие отчеты. В четверг следим за речью помощницы главы Резервного банка Австралии Мишель Балак. Узнаем о темпах роста японской экономики в третьем квартале, Великобритании о потребительской активности, а в США с очередным заявлением выступит глава Федрезерва Джером Пауэлл. В пятницу продолжает список важных выступлений глава Банка Канады Стивен Полос. И кроме того, учитываем содержание отчетов по инфляции в еврозоне и промышленному производству в США. Вы смотрели календарь Форекс Трейдера на канале Инста Форекс ТВ. С вами была я, Екатерина Стихина. Желаю вам профитных сделок.